Видев, что все планетарные жители погибли, один из них заявил, как же так, что случилось? И, в общем-то, ему там ответил второй инопланетянин, что не знаю, но смотри же, какие у них чистые жопы. Ну, вопрос такой, что возможно ли такое, что среди животных тоже есть игроки, и возможно ли такое, что животные сами являются инопланетянами, когда-то прибывшими на Землю? Ну, Владимир Шемшок, кстати, говорил, что вот все животные, которые живут среди нас, были завезены с других планет. Я поэтому даже не удивилась, поскольку я путешествую в Астралии в другие соты. И я видела там таких животных, которых у нас никогда не было. Это такие были уникальные, интересные животные, так что я думаю, что животные действительно были занесены. Дело в том, что я не верю в именно традиционную систему, что там у нас есть космос и так далее. Я верю в квантовую физику, то, что у нас есть параллельные измерения. И с моей точки зрения, их занесли с параллельных измерений. А для людей с другой философии могут думать, что их занесли с других планет. Но суть от этого все равно не меняется. В общем, похоже, что они действительно не отсюда. Теперь, наверное, я расскажу, для чего существует эта игра. Вот именно по этой фантазии, по этой игре. Вот эта игра, про которую мы говорим. Дело в том, что есть очень много различных миров и сот, очень много различных существ. Но их бытность отличается от нас лишь только тем, что они имеют предвосхищение любого события. Они не имеют времени и не имеют смерти. От этого они гораздо свободнее, чем мы. Они не имеют будущего, прошлого и настоящего. У них как бы вот эти все события переплетены. Из-за этого возникает такой парадокс, что они обо всем и обо всех все знают. Это, кстати говоря, происходит и в астрале. Если кто-то из вас когда-то был в астрале, думаю, вы замечали, что если вы встречаете какого-то человека, лишь только по одной буквально мысли, что вы хотите о нем что-то узнать, у вас моментально разворачивается, как раз архивируется целая папка о нем. И то есть там, грубо говоря, отсутствует элемент неожиданности. То есть там все как бы понятно, от этого всегда все хорошо, гармонично. Но в таких условиях жить очень скучно. И долгое время, скажем так, разные цивилизации встречались, общались. Кто-то где-то воевал, потому что есть и более низкие миры, естественно. Но я говорю про более высокие, потому что, в принципе, в низких мирах я не бывала особо. И рассказываю, как это у нас. И, грубо говоря, существа иногда собираются на какой-то совет, общаются, обмениваются опытом. И вот возникла, не знаю уж как по времени, когда это было, потому что там времени нет, такая мысль создать какой-то мир, где будут собраны все существа. От самых низших до самых высоких. Попытаться их не то, чтобы примирить, а чтобы они начали жить друг с другом и посмотреть, что из этого получится. Но для этого нужно стереть полностью всю память и просто-напросто их всех уравнять. От богов до самых низменных существ. И эта игра вначале туда заселяли, скажем так, всех желающих. Но через какое-то время, и это, кстати, несло очень разрушительные последствия, потому что миры постоянно разрушались. Очень быстро наступали войны. И приходилось очень много редактировать эту игру. И, собственно говоря, со временем эта игра настолько обросла разными подробностями, разными кланами. Особенно интересно то, что когда засаживаешь всех людей в одну и ту же, например, даже расу, потому что вначале были только белые люди, все равно каким-то образом через какое-то время они начинали кучковаться. Темные с темные, светлые со светлыми. Там были некоторые творческие очень, творческие с творческими. И они все разбивались по кланам. Так же, как вот в школе, в классе всегда какие-то группки присутствуют. Ну вот зачастую. И ничего не получалось делать. Приходилось их смешивать с животными. С различными такими клонами, с которыми нас сейчас смешивают. Для того, чтобы хоть как-то это уравновесить, чтобы посмотреть, что из этого получится. Но самое главное не это, а то, что отправлялись разные высокопоставленные существа сюда играть. И если поначалу пускали всех подряд, и здесь стоял хаос, то сейчас за последние, я не знаю, может быть, три игры, одна игра длится 250 лет примерно. Где-то за последние тысячи лет стали запускать только за какую-то плату. Вот я, честно говоря, так и не поняла, что это за плата. Как бы эта информация от меня закрыта. Но я знаю, что это очень дорого сюда попасть. Но те, кто уже попал раньше, им очень тяжело отсюда выйти. Практически невозможно. И многих людей, они не хотят даже воплощение пускать. Вот те, кто здесь темные, они нашли классную лазейку подпитывать здесь свои миры и сцеживать энергию. Но при этом они на своих правах здесь находятся, потому что они заключили здесь контракт. То есть они, грубо говоря, могут сделать все. Это как раз ответ на вопрос, почему вообще, если есть высшая сила, почему же она не защищает нас от них. Дело в том, что они договорились изначально об этом. То, что не будет никакой защиты. И то, что здесь, можно сказать, игра практически беспредельная. Но все равно кто-то из существ, они смогли выработать свою схему для того, чтобы даже, например, воровать способности. К примеру, приходит в этот мир бог. И он постепенно нарабатывает свои способности. Но если его заметят темные, у которых есть определенная аппаратура, или они в каком-то своем плане, они при помощи этой аппаратуры скачивают все девайсы этого бога себе и оставляют его без ничего, как практически обычного человека. Еще навешивают на него кучу вины. А себе забирают способности и становятся популярны на весь мир, очень богаты, пользуются этими способностями. А тот бог, он, в принципе, живет практически без ничего. Но интересно то, что я называю богов нереальными богами, кого люди считают богом, что он там что-то создает, там самый главный. Я имею в виду тех, кто стоит на вершине иерархии в другой соте, в другом мире. То есть тот, кто считается хозяином или хозяйкой или богом в другом мире, я их называю здесь тоже богами. Может, у кого-то есть какие-то вопросы или вы замечали подобного. То есть здесь все существует для того, что этот мир просто игровая платформа именно для богов. Для тех, кого создали именно компьютер-матрицы, то их, в принципе, нет. Для них это ничего, их не существует. Это просто как делают вид, что это люди, на самом деле это не люди. А есть еще полукровки. А это как раз те души или духи, которые пришли просто из других планет не очень высокой иерархии. То есть есть самые высшие, есть самые низшие, а есть средние. Ну, конечно, между ними тоже есть разные. Но мы оцениваем их по трем классификациям для того, чтобы это было более понятно, чтобы не запутаться. И вот если для богов это просто развлечение, то для тех, кто играет из таких средних позиций, кто полукровки, это буквально построение других миров, возможности типа карьерной лестницы. Они все мечтают тоже о своем мире, о том, чтобы построить такой свой мир и стать там во главе, как у богов, у самих, которые пришли сюда играть, которых очень-очень мало. И поэтому у них есть свой интерес. Ну, а самые паразитарные существа, которые здесь играют, самые темные, они просто тоже сцеживают свой гавах для своих миров. И то есть в итоге получается, что это выгодно абсолютно всем. И богам, и полукровкам, и ботам, которые играют роль вот этих вот коллективного разума самых низших миров. То есть это выгодно в итоге всем, но и в итоге страдают тоже все, потому что здесь жить без страданий просто невозможно. И что самое парадоксальное, они идут сюда как раз ради этого, ради страданий. Потому что когда ты находишься бесчетное количество времени, там его нет, в мире, где все предопределено и все всегда хорошо, наступает очень плохое, очень неприятное, и я не знаю даже, как описать, ну, ужасное чувство такого плата, что ничего не происходит, и ты просто как бы мучаешься, порчишься от того, что ничего вообще не происходит. И так живут большинство людей в других сотах. Они наблюдают за нами, особенно те, кто работают над обслуживанием матрицы, и очень сильно нам завидуют. И мечтают, что когда-то у них тоже появится шанс попасть в эту игру, забыть обо всем и якобы пожить, что, типа, только здесь настоящая жизнь. Вот они все время мне так говорят. Но я, если честно, просто... Ну, я понимаю, что если бы они сюда попали, они бы, скорее всего, пожалели, так же, как и я об этом пожалела. Но сейчас они не имеют возможности усомниться в том, что зря они так сильно сюда хотят. Может быть, есть какие-то вопросы, или, может быть, кто-то из вас слышал, от этой версии. Очень интересно. Слышал ли кто-то когда-то об этом? Потому что я ни от кого, к сожалению, об этом ни разу не слышала, кроме себя. И вот нашла как-то раз книгу иллюминатов. Там чуть-чуть было из этой информации, но таких подробностей там не было. Валерия, я вас поддерживаю, но не буду в прямом эфире говорить. Конечно, да. Ну, это как фантазия. Мы же сейчас просто фантазируем. Ну, в общем, Дмитрий Васильев давно тянет руку. Какой-то вопрос у него есть, включая ему микрофон. Да, давайте. Добрый вечер. Благодарю за эфир, за информацию. Да, я находил подобную информацию, но это не было каким-то конкретным источником. Все по крупицам. Один блогер что-то подобное скажет, другой, который даже по тематике не относится к каналу, на котором мы находимся. Да, ну, каждый там что-то про свое говорит и по крупицам загадас, что-то в голове скапливается. У меня, получается, был вопрос про то, кто все это организовал, но вы уже ответили, получается. Тогда вопрос, способен ли бот осознать, что он бот. И что делать, допустим, если ты полукровкой осознал это, как бы, и что тебе делать в этом мире? Это плохо, это хорошо. Ну, относительно, конечно. И как действовать дальше? И почему тогда, если сюда все рвутся поиграть, почему вы говорите, что давно пытаетесь выйти? Да, ну, начну с самого начала, чтобы ничего не забыть. Бот может осознать, что он бот. Это действительно так. И причем более того, что самое парадоксальное, когда бота спрашиваешь, ты бот, но ты биоробот, он говорит, да, а что здесь такого? Есть еще люди, которые говорят, я животное. А что здесь такого? Да, я животное. Они как бы этим, ну, радуются и пользуются просто возможностями получать какие-то синтезивные удовольствия, да, там, удовольствие от еды, от секса, от спора, от драки, от сплетен, и они как бы этим бахвалятся. Так что это возможно. Многие полукровки, да, осознают, что они полукровки, и тогда они получают информацию о том, как им развиваться и что им надо делать. Грубо говоря, им нужно найти игрока и полностью во всем ему подражать, и тогда он из бота может реально превратиться в игрока. Это, конечно, сложно. Это целый путь, и это, наверное, не 5, не 10 лет, но постепенно он будет получать все больше и больше девайсов. И действительно, бот, он может избавиться от всего ботовского, потому что это еще и определенная физическая микробная прошивка. И если он будет проходить различные чистки, очищать свой человеческий ген, свои фоксогены активировать, то он может избавиться полностью от этого ботовского слияния, которым его наградили при рождении, избавиться и стать полноценным игроком. Но, опять же, скажу честно, это очень сложно. Это также для игрока сложно стать полукровкой или тем более ботом, практически невозможно. Но все равно гораздо больше шансов у полукровки стать игроком, чем у бота когда-то приблизиться к полукровке, потому что я лично на своей жизни таких примеров просто никогда в жизни не встречала. Интересно, может, кто-то другой видел, но я вот сколько наблюдаю, а с людьми я вообще общаюсь 13 лет, я веду семинары. Еще в 13 лет впервые провела семинары пришноитов, мне понравилось, и я начала как бы в интернете вести свое расследование к людям. Если честно, я относилась поначалу только как к лабораторным крысам. Я постоянно очень с ними общалась на разные темы, писала какие-то провокационные посты, я пыталась понять, куда я вообще попала. И вот эта вся система как бы раскрылась передо мной, и до сих пор даже в комментариях, когда общаюсь с людьми, задаю им вопросы. Многие блогеры, например, вообще не отвечают. Некоторые просто отвечают, знаете, вот такой эгоизм, я расскажу о себе и все. А я продолжаю задавать вопросы в комментариях людям, потому что я их до сих пор изучаю. Так вот, я не видела, чтобы бот мог стать полукровкой, поэтому я всегда говорю, что ботов лучше сразу отсекать, мы просто тратим на них премия. И чем я еще не люблю вот эти духовные течения? Тем, что они говорят, что мы здесь все живые, все на равных правах и должны помогать ботам. А боты сами по себе, они могут только брать. Брать, 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 и если бы ладно, еще вы решили помочь боту, и он бы стал полукровкой или игроком, еще не так обидно. А тут вы, получается, тратите всю свою жизнь на боты, которые никогда не пробудятся, а это значит, вы предали себя. То есть, так, и третий вопрос какой был? Что-то я даже сам подзабыл, какой третий вопрос. Сейчас включим обратно микрофон. Из всех вопросов, по-моему, он был самым интересным. Да, а почему вы стремитесь выйти, если это такая элитная игровая площадка? В том-то и дело, вы понимаете, я помню прекрасно, как я сюда рвалась и как я сюда хотела вернуться где-то в середине своих воплощений. Потому что изначально меня сюда засосали тем, что взяли, ну, грубо говоря, надавили на мое эго и говорят, если ты такая крутая, то что ты не можешь поиграть и осознаться, значит, ты такая же, как и мы. А у меня просто в мире были определенные существа, они немножко были другой расой, они были подчиненные моего отца, и они все время со мной спорили. В общем, не знаю, у нас какое-то было с ними сильное противостояние. Вот они очень долгое время пытались убедить, что я такая же, как и они, но я же вижу, что они забияки, такие очень склочные, что я совершенно не такая, как они. Они говорят, ну вот давай, мы с тобой пойдем вместе поиграть, докажи. Вот когда ты откажешься от своей иерархии, от своего положения и будешь с нами на одном уровне, вот только тогда ты сможешь проверить, а иначе ты никогда не проверишь. Мой отец мне строго-настрого запрещал идти в эту игру. Ну, у меня еще была брат и сестра, с которыми мы постоянно слушали эти рассказы, и как бы мы постепенно уже проникались к этой игре, и в один прекрасный день мы с моим братом сбежали. Мы сбежали и, грубо говоря, начали пытаться через определенный кристалл сюда попасть. И все-таки у нас получилось сюда попасть через уровень, как ее называют, планеты Венера. Через этот уровень, мы попав на этот уровень Венеры, попали сюда, потому что раньше, по-моему, вторая игра происходила на Венере, и там были определенные кристаллы. Это урановая руда. Они хранились, это как кристаллы-порталы. И мы вот через эти кристаллы, каким-то образом, еще захватив одну сущность с Марса, параллельного измерения Марса, потому что в планету я по-прежнему не верю, и мы попали вот как бы сюда. И попали мы во времена Атлантиды тогда, на тот момент. И все как бы. И с этого момента я отсюда не могу выйти. И что самое интересное, вначале мне казалось, что это прикольно, это смешно. Между жизнями мы собирались, все это обсуждали и так далее. Но с каждой жизнью я заметила, что я теряю все больше способностей. Если раньше я рождалась в специальных жреческих семьях, и меня очень сильно ограждали от ботов, я с ними практически никогда не общалась, то с каждым воплощением я теряла свой уровень. И дошло до того, что я начала рождаться в обычных семьях, и от моей иерархии не оставалось следа, и было вокруг все больше и больше ботов. И эти боты, они настолько сильно меня ненавидели, они так много делали мне гадости. Это очень сильно на самом деле било по психике, когда ты справедливое существо, и считаю, что если ты ничего плохого не сделала, значит и тебе не должны делать ничего плохого. Это же справедливо. Но с каждой жизнью, чем больше я проявляла свое благородство, тем сильнее я из-за этого страдала. В одной из жизней, где я окончательно поняла, что нужно отсюда выбираться, меня обманули мои подчиненные, и в итоге они меня выгнали из дома вообще без ничего просто. И я стала, по сути, практически бомжом. Хотя до этого у меня, скажем так, ну можно сказать, был такой достаточно большой вес. У меня был красивый дом в виде дворца, были, ну скажем так, подчиненные, да, люди, которые меня любили, много учеников. И в итоге я стала просто бомжом, вот просто так. Реально и всю оставшуюся жизнь я просто прослонялся по улицам. И в этот момент я поняла, что где-то в чем-то меня обманули, не хочу больше так жить. Это как бы несправедливо, потому что в этом нет развития. Ты, например, хочешь хорошего, делаешь людям хорошее, да, и по сути ты должен вроде как выйти отсюда. А получается все наоборот. Чем больше ты делаешь хорошего, тем более в бедных условиях ты рождаешься в следующую жизнь. А там, где бедные условия, там и очень злые люди. И получается, что, грубо говоря, это стало как некая тюрьма. И когда мне уже хотелось отсюда выйти, меня отсюда уже конкретно не выпускали. Но вначале они действовали на мое благородство, что вот есть здесь люди определенные, которые хотят, чтобы я им помогала. Мои близкие люди, с которыми я еще в Атлантиде познакомилась. И если я вначале приносила себя в жертву и шла ради них, то потом я даже поняла, что нет смысла ради них приносить себя в жертву, потому что они здесь реально надолго. Они еще больше растеряли своей сути, чем я. У них от 100% их сути осталось 15. А у меня на тот момент было где-то 60. Я подумала, если я буду за ними и дальше прыгать, то я дойду до их уровня, и я, наверное, навсегда здесь останусь. И перестала как бы ради них сюда спускаться и начала свой индивидуалистический путь для того, чтобы ничто меня не отвлекало. Но, как вы понимаете, это очень-очень сложно. То есть, грубо говоря, почему я не хочу, почему я хочу выйти, потому что здесь нужно жить по другим правилам, здесь нужно лишиться чести, достоинства и перестать делать хорошие дела для того, чтобы тебе начало вести как-то. Нужно делать все очень, чтобы было все очень плохо, потому что на данный момент, вот в этой пятой игре, к сожалению, правит одна группировка, она называется лемурийцы. А лемурийцы – это самые страшные враги атлантов. И сейчас эта вся игра до конца заточена на то, что лемурийцев будет во всем вести, а с атлантами будут большие проблемы. Если взять, например, Трампа, вот Трамп, бывший президент Америки, он атлант, посмотрите, что с ним происходит. Он всеми силами пытается бороться, но его пытаются потопить, устраивают ему обыски, скинули его с поста президента, сколько на него было покушений и так далее. И здесь вот просто не вариант вообще чего-то добиться атлантов, пока не закончится вот эта пятая игра. Поэтому я хотела еще в конце рассказать о матрице шестой, какая будет шестая матрица, но заранее скажу, что шестая матрица будет как раз уже на стороне атлантов. И у нас многое получится. Но как вообще дожить физически, чтобы не убили, когда мы перейдем в шестую матрицу, это будет в 2026 году, кстати. Это очень тяжело, потому что сейчас вот эти темные, они охотятся на всех. И в особенности они пытаются уничтожить атлантов, потомков атлантов, у которых ген А1Р1. Этот ген у нас, у славян, у германцев и у норвежцев. Больше ни у кого этого гена нет. И вот нас сейчас пытаются вот именно этот ген уничтожить, к сожалению. И вот то, что происходит сейчас в мире, то, что нас столкнули лбами, это как раз и ответвление вот этого плана уничтожить нас. Какой интересный ответ. И я еще хотел спросить, что вы думаете о вот таких вознесенных учителях, про них вот так их называют? Вы знаете, я с ними сталкивалась. И могу сказать, что они все относятся к лемурийцам. По крайней мере, те, кого я знала. Они делали вид, что они атланты. Они делали вид, что они помогают. Но вот в итоге, по итогу, если взять, включить логику, я уже научилась ее включать за столько жизней на этой земле. То получается, что они только вредят. Вот то есть от них я ничего хорошего, к сожалению, не получила. Я долгое время общалась с сущностью, которая называет себя Аштар Ширан. Но я могу сказать, что это однозначно темное существо. Потому что оно никакого пользы мне не принесло. Но зато однажды чуть не убило. То есть вот эти всякие моря, Сан-Жермен, это все тоже туда же. К сожалению, да. А ведь они же пытаются все время встречать после воплощения. И вместо того, чтобы человек как бы, знаете, вот когда человек умирает, он видит либо такой светлый тоннель, либо просто вот такое темное пространство. Но когда ты пересекаешь эту тьму, ты начинаешь видеть уже поражающий нас мир, других людей, другие соты, как все устроено. А если ты идешь в светлый канал, то ты сразу же идешь на воплощение. То есть, грубо говоря, ты даже ничего не успел сделать, и ты снова оказываешься в животе у женщины со стертой памятью. И вот их задача встретить рядом и уговорить. Вот, например, когда мой папа умер, кстати, от этого Камарика, про который я рассказывала. Я же медиум, я с ним общаюсь, и он рассказывал, что как только он умер, его сразу встретила команда из трех человек, которые говорят, смотри, у тебя есть вариант воплощения в Италии, ну, это только я одно запомнила, и еще две страны. Вот такие у тебя будут родители. То есть сразу дается выбор без выбора. Вот тебе три воплощения, я выбираю. Они говорят, а, ну, правда, на Италию тебе не хватает, нужно сыграть в одну игру. А там есть у них какая-то определенная игра, где все, кто умер, они набирают какие-то баллы, очки, и могут воплотиться в более классной семье, если не хватает энергии. И они сразу его начали запрягать, он даже там играл, хотя он только умер, он должен был восстановиться энергетически. Они его повели туда, хотя у него энергетическое тело было в ужасном состоянии. Он там еще стоял, играл. Там что-то связано с каким-то мечом, куда-то нужно закидывать это, ну, вот какой-то там мяч энергетический, или что вообще, очень странно все это выглядело. Я просто это все смотрела. И я говорю, папа, не надо, а ну попробуй просто взять и сказать, что ты не хочешь с ними сейчас общаться, что тебе нужно побыть одному, ведь существует же свобода воли, свобода слова. И он так сказал, и они от него отстали. И вот он вот таким вот образом откладывает, откладывает себе воплощение. И сейчас он говорит, что просто летает между сотами и смотрит, скажем так, как кто живет. И пока еще не хочет воплощаться, потому что видит, что у нас на земле должны произойти просто колоссальные изменения. И говорит, что может как-то повлиять на то, чтобы нам помочь. Вот именно своей семье. И говорит, раз могу, значит останусь. А когда уже у вас точно будет все хорошо, возможно, я выберу какое-то воплощение. Но пока что не вижу никакого в этом смысла. То есть, грубо говоря, они стоят и ждут просто. И когда человек выходит, он же обескуражен, он не понял, что случилось. А тут какие-то мужчины такие, он говорит, очень хорошо выглядели все, прилично выглядели, симпатичные такие, статные, хорошо говорят, улыбаются. И, конечно, человек только умер, он в шоке. Тут его встречают какие-то мужчины, предлагают какие-то варианты, предлагают помощь. Любой человек, скорее всего, согласится с непривычки. Вот точно так же было и у меня очень много жизней. Я думаю, вот, меня встретили, ну вот же ж не хотят мне зла. И соглашалась на все, что они мне говорили. Только сейчас я поняла, что вот под маской этих вознесенных учителей, вот этих ребят, к сожалению, кроются люди, которые просто хотят вас поставить в сансарии и продолжать пользоваться вашей энергией. Благодарю за ответ. И вот следующий вопрос, наверное, может быть, продолжим эту тему. Вот как сделать так, чтобы нами перестали управлять? Да, это, конечно, очень сложно, но я вот чисто по своему опыту наконец-то нашла способ, как сделать так, чтобы это влияние было, ну вот просто максимально мизерным. Потому что как убрать полное влияние, то я думаю, здесь нужно быть абсолютным сиротой и абсолютно ни с кем не общаться. Потому что когда темные не могут навредить конкретно игроку, они начинают вредить самым близким людям. Первым делом страдают животные. Может что-то случиться с вашим домашним животным. Потом с самым слабым и звеном семье. То есть если вы делаете что-то, что не нравится вот этой системе, которая управляет вами, они начинают вам намекать. Вот почему и я как бы боюсь очень часто давать какую-то информацию, особенно в открытых источниках, потому что уже неоднократно они это делали со мной. И я знаю, чем это все грозит. Поэтому, по сути, нужно не иметь близких людей. Тогда они не смогут ничего сделать. Но для того, чтобы они не навредили игроку, нужно не иметь никаких вредных привычек. Что я под этим подразумеваю? Любую тягу к какой-либо еде, то есть какие-то вредные продукты, алкоголь, сигареты, наркотики, отношения. Ну вот взаимосвязь психологическая, физическая – это секс. Что еще? За что еще они нас держат? За эмоции, эмоциональность, за эго. Что, а я вот всем помогу, я очень хорош, я буду всем помогать. Я пришел сюда, у меня великая миссия – буду помогать. То есть у них под всеми благовидными предлогами какие-то зацепки очень вредные. Или там сплетни, или какая-то религиозность. Вот я верю в Бога, наш Господь. То есть они цепляют людей за любые болезненные, токсичные привязки. Вот если вы легко от чего-то можете отказаться, вообще легко и забыть, значит, вас матрица не держит. Но если вы не можете, и под разными предлогами ищете возможность оправдаться. Почему вы не можете? Якобы это не от вас зависит, это вы кому-то помогаете. Вот именно за эти штуки держит матрица. То есть, иными словами, я заметила, что игроки, если они заводят свой бизнес, их уже не зависит от государства. То есть, грубо говоря, упал доллар, кризис, инфляция, что угодно. Если это не влияет на игрока, если у него свой бизнес, то значит, в этом смысле он свободен. Матрица не может его уже за эти поводыри ударить, за эти поводьяли, как это можно еще назвать. Потом второй аспект – это еда. Если у вас нет тяги к вредной пище, если вы знаете, чем нужно питаться на самом деле игроку, для того, чтобы тело как минимум не старело и не болело, то в этом смысле они уже не смогут испортить вам здоровье. То есть, грубо говоря, они уже не властны над вашей финансовой составляющей и над вашим здоровьем. Если у вас, например, нет зависимости к сексу, то вы будете развивать свои сверхспособности, если вы откажетесь от этого. То есть, вот у вас уже на ваши сверхспособности тоже никто не влияет. Что еще? Эмоциональная составляющая. Когда человек хочет самоутверждаться перед кем-то бесконечно, кому-то помогать. Если это есть, то, конечно, они будут вами руководить. То есть, особенно это влияние ярко проявляется на людях, у которых есть дети. Почему? Ему нужно ходить на родительское собрание, общаться с учителями, воспитывать этих детей, постоянно как бы быть в каком-то контакте с их сверстниками, еще с чем-то. Это тоже огромная привязка. То есть, грубо говоря, все, чем нас пичкает матрица, называют это традиционными ценностями и нормами жизни, и есть привязка к матрице. То есть, пока у нас все это будет, невозможно от нее открепиться. Это просто нереально. То есть, от этого всего нужно отказаться. А теперь зададим себе вопрос. Какого уровня должен быть человек для того, чтобы от всего, от этого отказаться? Здесь от одного чего-то отказаться сложно. Лично я считаю, что те, даже кто перешел на вегетарианство, это уже супершаг. Если мы говорим о веганстве, о сыроедении, о малоедении или вовсе неедении, представляете себе, это только один, скажем, аспект, это только еда, это только развязка с едой, а все остальное таких людей практически нет. Но тот, кто это пропагандирует, неизбежно становится изгоем, его начинают ненавидеть, потому что он подвергает самое святое, что есть в матрице. Он попирает ногой ее законы и ценности, и таких людей ненавидят. Вот, опять же таки, почему я хочу отсюда уйти, потому что я-то не могу жить, так как вот в матрице, допустим, я все это попираю ногой, естественно, еще с детства. Из-за этого я постоянно встречаюсь с ненавистью и с желанием мне навредить. И что самое обидное, у них это получается сделать. То есть получается вредить и влиять на мою реальную жизнь. Просто по интернету там гадости написать. Время от времени у них получается именно нагадить именно в реальную жизнь. Поэтому люди, которые еще пока не отказались вот от этих всех постулатов, что я перечислила, безусловно, будут подвержены влиянию матрицы и ее ищей. Благодарим вас за ответ. Какой же должен быть некий свод правил поведения, некий кодекс игрока, так чтобы вот как-то обходить вот эти правила матрицы или как их назвать? Да, есть определенный кодекс, и на самом деле он состоит из очень множества правил. Их сейчас все, наверное, будет бессмысленно зачитывать, потому что их еще и нужно объяснять, потому что они иногда звучат даже очень провокационно. Но вот сейчас я постараюсь найти те правила, которые мы уже с игроками немножечко отредактировали. Я могу их зачитать или в двух словах описать, а тот, кто хочет, уже более подробно может сам с ними ознакомиться. Как лучше сделать? Если они есть в интернете, мы, конечно, в описании к эфиру на YouTube ссылку можем добавить. О, супер. Так будет, наверное, намного лучше. Но это, в общем, такие правила, которые основаны на индивидуальном пути игрока. То есть если вы выбираете между тем, чтобы положить свою жизнь ради другого и ради себя, вы выбираете себя. То есть в любой ситуации вы выбираете себя, свое мнение, свой индивидуализм. То есть, грубо говоря, опирайтесь только на себя. На этом очень подробно описаны все правила взаимоотношения с другими людьми и с матрицей. И что интересно, все игроки, которые начали пользоваться этими правилами, мне сказали, что у них через где-то три месяца начала очень сильно меняться жизнь в лучшую сторону. А через год они стали совершенно другими людьми. Повысилась самооценка, уверенность в себе. И, конечно же, в матрице они начали достигать большего. Некоторые переехали, некоторые удвоили, троили свои финансы, стали лучше выглядеть, перестали болеть и так далее. То есть, грубо говоря, это влияет абсолютно на все сферы жизни, в которых есть проседание. Потому что, как правило, если в чем-то есть проседание, значит, кто-то эту энергию вас поглощает. А если кто-то поглощает, значит, нужно отрезать вот этот вот канал, который высасывает, и заделать его, заштукатурить. И тогда все это будет идти в вас, как бы, в вашу жизнь. То есть, грубо говоря, перерезать ходы паразитарным имплантантам и существам, высасывать из вас разные девайсы. Интересно. А перерезать как? Использовать, я не знаю, посидеть рядом с огнем, там, помахать острыми ножами. Как? Ну, в большей мере, это именно психологические рамки и границы самого человека. Грубо говоря, вот ситуация, да, вам кто-то звонит из ваших, допустим, даже родственников или друзей, и вы понимаете, что вам просто сливают в голову какую-то информацию, которая не даст никакого толка вам, да, допустим. Но вы, конечно, можете выслушать человека, но обидно то, что даже если вы выслушиваете человека и даете какой-то совет, вы вдруг понимаете, что этот совет человеку не нужен. Он хочет просто, чтобы вы его слушали. И таким образом его энергетические и физические паразиты к вам подключаются и через энергию раздражения вытягивают вашу энергию. И у них много таких вот способов для того, чтобы прямо вот физически во время обычного общения вытягивать из вас энергию. Хотя кажется, что вы просто такой прям плохой человек, не можете выслушать. Но если эти выслушивания несколько раз в неделю по часу, да, а вы могли бы за это время изучить какой-то язык и потратить это время на себя, то тут уже понимаешь, что есть много каналов, которые постоянно крадут твою энергию, и все их нужно замечать. Очень мало людей их, к сожалению, замечают. То есть это вполне физические какие-то законы и практики. Именно даже больше психологического порядка, нежели энергетического. Понятно. Так, вот Юрий не задавал еще вопрос. Тянет руку, сейчас включим микрофон. Здравствуйте. Здравствуйте, вопрос. Про фантазию. Что, наверное, люди додумались сражаться вот с этими крокодилами-людоедами, которые... То есть война между сотами происходит. Каким оружием? Есть ли смерть в этих сотах? Вы знаете, самое интересное, что смерти нет нигде, кроме как вот в нашей соте, что самое обидное. Например, есть у меня одно воплощение. Оно, получается, связано с планетой Нибиру или Мордук, как мы ее называем. И получается, что там я выгляжу вообще не как мужчина, не как женщина, а как некий робот, похоже чем-то даже на насекомое, как какие-то у меня лапы. И что самое интересное, блин, я бы могла показать, но сейчас не найду, наверное, эту картинку. Но что самое интересное, этому роботу ничто не может помешать, ничто не может как бы его убить. То есть он состоит из что-то типа камня и металла. То есть есть какое-то вот такое, знаете, спокойствие, то, что что бы ни случилось в твоей жизни, ничто не угрожает. И это безумно приятное чувство. А когда я попала вот в эту жизнь, у меня часто очень воспоминания из прошлого, какой-то конкретно жизни отражаются именно в детстве. Я помню, я в детстве лежу в кроватке, смотрю на свои руки и понимаю, что они мягкие. Так дотрагиваюсь и понимаю, что если кто-то воткнет штырь, проткнет мне мясо, кости перемолятся, что что-то будет вытекать. И мне вот, я тогда была ребенком, мне было года три, и я начинала просто рыдать от того, что у меня такое тело, и думать, как же я буду в нем жить. То есть, грубо говоря, для человека, для сущности, которая жила в других мирах и имела бессмертное тело, для такого человека смерть – это самое худшее, что только может быть. Потому что ты обнуляешь все свои наработки, теряешь все свои знания и попадаешь в новое тело, в незнакомую, постороннюю семью, без любой памяти, и с тобой делают все, что хотят. Очень не любят игроков, энергетически чувствуют вот эти вот боты и так далее. И они начинают просто с детства вредить. Если ты в садике, тебя обязательно не любят воспитатель и нянечка. Если ты в школе, тебя обязательно не любят все дети в классе или как минимум большинство из них начинают тебе гадить. То есть, в итоге ты попадаешь в абсолютно враждебный мир, где ты сталкиваешься с постоянной агрессией против тебя. И не потому, что ты какой-то не такой или что-то делаешь плохо, а потому, что твоя энергия настолько сильно отличается, и она всех раздражает. И то есть, для любого игрока смерть – это самое худшее, потому что ты снова попадешь во враждебные условия и очень сильно будешь страдать. И любой игрок очень не хочет смерти. Для любого игрока с самого детства, если они узнают, что есть смерть, это самая большая травма, которая только может быть. Но что самое парадоксальное, для обычных людей, для биороботов, для полукровок, смерть – это что-то нормальное. И они считают, что это даже хорошо и говорят, зачем жить вечно. Тело же, оно изнашивается, нужно его поменять на новое, новый опыт. Это же так прикольно. А у игроков вопрос, зачем доводить свое тело до такого состояния? Ведь можно же не стареть, ведь можно же не умирать, ведь можно же не болеть, ведь можно же жить честно и справедливо. А они как бы этого не понимают, им так неинтересно, это скучная для них жизнь. Вот им интересно пойти выпить, поесть мясо, пойти потанцевать на дискотеке. А то, как живет игрок, например, что-то создает, учится, медитирует. Это ужасно скучная жизнь. И такие люди – ужасные, страшные, отвратительные роботы, как меня часто называют. «Балерия, вы киборг, почему вы никогда не улыбаетесь? Вы плохой человек». То есть, грубо говоря, их не устраивает то, что вы серьезный человек, и то, что вы живете не так, как они. Поэтому смерть – это самое худшее, что может быть. И в других мирах смерти нет, она есть только здесь. Вы представляете себе, насколько на самом деле здесь тяжело жить, то, что здесь есть смерть. Вот если бы не было смерти, не было бы так плохо. Нет, нет. А вопрос? Вопрос вот в этих сотах. Там, ну, то есть, уничтожить вот этих, кто питается галахом. Ну, то есть, идет какая-то борьба с этими? К сожалению, никакой борьбы не ведется, потому что вот у этих существ, которые создали игру, есть определенный контракт. Что кто-то, например, выполняет роль чистильщика, да, чистильщик леса, кто-то там целитель, кто-то там учитель и так далее. Вот эти вот все темные, которые сцеживают галах, они просто являются чистильщиками, они работают по своему контракту. И считается, что тот, кто попадает к ним, он сам виноват тем, что он не воспользовался всеми девайсами, которые были ему даны, прошел мимо них и в итоге попал в такую сложную ситуацию, где он становится галахом по своей собственной вине. Поэтому сколько ни пытайся как-то с этим бороться, это невозможно. Я сколько раз не поднималась на высокие уровни и не поднимала этот вопрос, каждый раз одно и то же. Мне четко показывают весь путь человека, где он совершил ошибки, говорят, что он достоин другого. И я как бы понимаю, что да, меня припирают к стенке, загоняют в угол и каждый раз, как бы я ни пыталась там, не знаю, не знаю, я все время пытаюсь как-то с ними бороться, приводить какие-то логические доводы, что вот нельзя так, давайте по-другому. Каждый раз все мои доводы разбиваются и как бы я припираюсь к стенке, ничего не могу сказать, потому что люди действительно в очень многом виноваты. Например, в том, что они едят животных, они употребляют этот галах, как бы ты с ними ни общался, они этого не понимают. Для них это просто мяско, понимаете, вот они так мяско, шашлычок. Они накачивают свои тела этим галахом и в итоге вот эти паразитарные миры цветут пышным цветом. То есть, грубо говоря, люди сами в этом всем виноваты. И поэтому страдают игроки, страдают те, кто ничего этого не делает, но все равно за счет того, что этих ботов очень много, невозможно отсюда никак вырваться. Спасибо. Благодарим за ответ, но так, насчет того, что прям никак, конечно, хочется как-то поспорить. Да, ну так давайте поспорим, может, вы какую-то интересную идею подадите, потому что нет, ну у меня как бы есть уже в уме несколько способов, как выйти. Но скажу честно, они очень сложные даже для меня, несмотря на то, что я как бы считаю себя аскетом и так далее. Но есть вещи, которые для меня безумно пока что сложные. Что-то вроде головоломки или ребуса, до которой я пока не то, чтобы не доросла мозгами, а для того, чтобы ее разгадать, нужно мыслить как бот. И вот я этому учусь, потому что они здесь захватили весь мир, и для того, чтобы выйти, нужно сойти за своего. У меня это очень плохо получается, но я как бы учусь сейчас. Ну а что там учиться? Открываешь YouTube, смотришь все подряд, и через полгода ты будешь мыслить абсолютно как бы. Так это стать как бот, а мне нужно их провести, мне нужно их обмануть, а не стать такой, как они. То есть мне нужно, оставаясь собой, какая я есть, обмануть ботов, что я такая, как они. В общем, это очень тяжело. А вот, Валерий, что вы скажете на такую позицию? Вы знаете, есть такое допущение, что существует вот какой-то единый творец, который создал все миры вот этих всех душ, вот это все сделал. И что все, кто, ну, обладает каким-то сознанием, они все как бы связаны вот с этим единым Богом и все такое. Но люди всерьез не верят в это и, ну, не ведут себя так, как будто бы они верят в это всерьез. Хотя могут и говорить об этом. И вот есть такая мысль, что вся власть вот тех, кто нас тут как бы поставил в эти трудные условия, держится именно на том, что нам внедрили вот такую позицию, что можно уничтожить прямо саму суть существа, его вот как бы индивидуальное вот это вот сознание. А на самом деле вот сама вот эта личность, можно уничтожить там тела, тонкие тела, но вот эта вот божественная, созданная Богом личность, она на самом деле неуничтожима. Но мы верим в то, что там нас могут переработать полностью на гавах, хотя, возможно, они перерабатывают только какие-то астральные или еще какие-то тела. Вот этот вот нюанс, он очень важен, потому что, когда ты думаешь, что тебя можно полностью уничтожить, то ты становишься манипулируемым, потому что боишься этого. А когда ты знаешь, что именно тебя, не твои тела, а тебя уничтожить невозможно, то и манипулировать уже невозможно. И это очень важный момент. Вот как вы считаете, может быть такое? Ну вот вы знаете, когда я, скажем так, и рассказывала про игроков, что у них внутри есть определенное знание, которое незыблемо. Вот это как раз-таки знание о том, кто он есть, какая его на самом деле иерархия, какое место в пространстве. И именно это знание раздражает в нем других. То есть это знание незыблемо, это как прописанные внутри коны. И, конечно, у всех игроков есть это знание, в том-то и дело. Но если бота взять, да, и как бы он не пытался в это поверить, он не поверит, потому что это как бы не так. Он созданный продукт. Знаете, вот есть такое мнение, что мы не летаем только потому, что мы в это не верим. И ведь действительно коллективное сознание, которое в это не верит, оно превышает своими вибрациями тех, кто в это верит. Поэтому это, конечно, очень легко сказать, что вот если мы сейчас поверим, то мы сможем освободиться или что-то в этом роде. Но по факту, да, вот я, например, я верю, я знаю, что я могу отсюда выйти, но у меня не получается этого сделать. То есть веры недостаточно, нужно что-то еще. Или постепенно ее обретать, я не знаю. Ну а насчет вашего вопроса по поводу Бога, то, что есть какой-то высший Бог, и мы все взаимосвязаны, то я в это верила с детства как раз. И именно это знание меня привело к тому, что, я не знаю, я все потеряла, я чуть не потеряла свою жизнь, потому что я бесконечно пыталась помогать всем. Но в итоге, как вы понимаете, я получила за это черную неблагодарность, я лишилась отношений, я лишилась денег, я лишилась здоровья, я оказалась на дне своего существования. И когда мне потребовалась какая-то просто помощь, я не просила ни у кого денег, я, ну, ничего не выпрашивала, я просто хотела просто поговорить. И мне все отказали в этом разговоре, все меня послали. И в этот момент я поняла, что я интересна людям просто как ресурс. Ресурс денег, ресурс для пиара, ресурс просто похвастаться, там, если ты сфоткался с какой-то медийной личностью, с интернета или пропиариться. А как человек я не интересна никому. И это знание, оно меня взбодрило. И помогло мне встать с колен. И иногда даже злость и разочарование, оно бывает очень полезно. И сейчас я не держу никаких иллюзий. Я знаю, что я интересна людям только как ресурс. Но это знание помогает мне больше не проникаться к ним и не оказываться перед ними на коленях в тот момент, когда они меня просто пнут. И никто не подаст мне руку. Потому что здесь мир очень дикий. Вы знаете, мой вопрос, он был не в этом. Если, допустим, мы понимаем, что там есть Бог, и там в каждом Бог, и так далее, это же не значит, что нужно пытаться всем помогать. Нет, это понятно. Имеется в виду, что если в каждом человеке Бог, то вы как бы на равных. И если вы взаимодействуете с этими людьми, и они имеют свое божественное начало, то они не будут делать как бы ничего плохого в этом смысле. Но если люди делают что-то противоположное, то тогда стоит себе задать вопрос, а есть ли в них Бог? Ну, знаете, вот это, кстати, такая философская тема, ее можно долго развивать, потому что есть такая, например, версия, что какое-то свое мини-сознание есть даже у камня. Да, это действительно так. Мы все энергетические существа. Но если уж говорить серьезно, то просто если логически даже подумать, насколько это вообще возможно, что откуда-то появилось какое-то существо, которое создало весь мир, если честно, как по мне, то эта сказка даже не такая правдоподобная, как сказка про Дедушку Мороза. Если честно, я в это не верю. Ну, это да. Нужно доказать же сказку. Можно верить, либо не верить. Да, здесь действительно нужно что-то, подкрепляющее факты. Например, как бы я вот в эту, скажем так, сказку верила до того момента, пока меня чуть не убили. После того, как я чуть не лишилась своей жизни и лишилась всего, я как бы отвергла эту сказку и начала жить по своим внутренним канонам. И после этого я снова обрела отношения, обрела деньги, обрела здоровье, обрела свою былую популярность, уважение среди людей, вернула нормальный круг общения к себе и поняла, что вот это работает. Когда ты двигаешься по внутреннему каналу, то это работает. По крайней мере, это не ухудшает состояние. Когда ты пытаешься двигаться по тому, что дает эзотерика, да, вот как жить правильно, вот я жила по законам работника света, то это приводит вниз, это приводит в яму, к сожалению. Поэтому я придерживаюсь закона Будды, что все, что истина, все, что работает, то истина. Я не знаком с законами работника света, но подозреваю, что там нужно всех любить, всем помогать, что-то такое делать. Ну да, да, нужно верить в то, что есть справедливость, если ты делаешь все только хорошее, то ты рассчитываешь только на хорошее. Поэтому я делала все только хорошее, ждала, что, точнее, даже я не ждала, если честно, я не ждала, у меня было и так много ресурсов, но я не надеялась просто, что мне за это сделают что-то плохое. То есть как бы я не ждала плохого в ответ на хорошее, но я это получила, к сожалению. Да. Шумшук нам рассказывал, что вот этот ящик Пандоры, который работает, он именно заточен на то, чтобы вредить вот тем, кто проявляет какие-то высокие духовные качества. То есть там, ну, любовь настоящая тоже наказуема, ну, все хорошее наказуемо, в общем. И чтобы там не попасть под это все дело, в этом надо очень как-то особо хитро извиваться. Так, и вот у нас Наталья хочет задать вопрос, еще ни разу не задавала, сейчас включу мне микрофон. Это не Наталья, это Сергей, муж. У меня сел телефон. Валерия, вы так много говорили о Боге, а вы можете меня идентифицировать? Вы знаете, это просто невозможно, просто по голосу. Для того, чтобы четко понять, кто есть человек, чтобы его идентифицировать, нужно пообщаться. Нет, нет, есть сердце. Есть сердце. Оно безгранично. Кто я? Ну, я опять же таки говорю, каким образом я могу это определять. Я могу только пообщавшись хотя бы 10 минут, тет-а-тет, не обязательно в реальности, просто печатать. Могу определить, кто вы. Ну, в принципе, давайте так, опишите мне свои самые главные постулаты в жизни, для чего вы живете, и, в принципе, поэтому можно будет описать, кто вы. А, и также, если у вас какие-то вредные привычки и так далее, ну, что вы как бы из себя представляете? Привычек нет, а живу для того, чтобы жить. Ну, честно говоря, мне кажется, что похоже на полукровку. На что? На полукровку, на человека, у которого наполовину есть дух, а наполовину системное мышление. Потому что живу, чтобы жить, это очень абстрактное понятие, чувствуется, что вы еще себя не познали, так как у игроков там такой будет ответ. Минут на 20, и придется еще рот затыкать, потому что игроки, у них, они открывают рот, у них просто фонтаном идет четкое понимание того, для чего они здесь и так далее. То есть подвешиваем язык очень сильно, и есть что сказать. То есть нет каких-то общих фраз у игрока. Это я точно могу сказать. У меня нет никаких фраз, эмоций. Я просто делаю. Мне это нравится делать. Хорошее. Ну это хорошо. Ну все-таки кажется, что вы полукровка. Я живу для того, чтобы жить. И умирать я тоже не собираюсь. Вы собираетесь этого достичь, не умирать. Что для этого нужно делать? Ну да, я не бездействую. Я делаю. Ну а можете привести хотя бы пару, вот, скажем так, действий, которые действительно, вот, по вашему мнению, каким-то образом отсрачивают смерть или омолаживают человека? Я отдаю себя самого во все. В любой атмосфере, где бы я ни был, я себя отдаю полностью. Ну это больше как энергетически, психологически, а физически? Ну физически. Просто я не могу понять вот конкретно, что вы делаете, потому что из этой фразы можно сделать вывод, что вы просто делаете все очень качественно и являетесь перфекционистом. По крайней мере, вот это читается. Ну а конкретика, что вы делаете? Вы не хотите, видимо, делиться этим. Возможно, это лично. Ну да, тупик. Я даже не могу рассказать, что я делаю. Но я делаю все для того, чтобы ближний возле меня имел возможность освободиться от какой-то нагрузки. Я могу взять лопату копать, я могу взять салат сделать, я могу массаж сделать, я могу... Я делаю то, что на данный момент вижу. Так, ну это уже как-то не совсем вопрос. Немножко не формат эфира. Ну да, если честно, я тоже не могу понять вот основную мысль этого. Ну так вопрос был... Валерия, вы можете меня опознать? Так она же сказала. Да, но я думаю, что вы полупровка, скорее всего. Потому что игрок, он более конкретный, а бот, но он, думаю, на этот эфир просто не попал. Так что, скорее всего, вы полупровка. Ну, в общем, вопрос задали, ответ получили. Так, вот почему-то Ирина Пашкеве до сих пор не опустила руку, которая вначале задавала вопрос. Там какой-то еще один вопрос, наверное, есть? Да, можно будет. Сейчас попробуем включить микрофон, Ирина. Нет, не реагирует. А я, кстати, нашла здесь немножко фраз из кодекса игрока. Если хотите, могу вам зачитать. Ну вот если понравится, вы потом найдете эти все фразы, потому что их очень много. Стоит? Ну, давайте, конечно. Ну да, может, у кого-то какие-то... Ну, хотя бы, чтобы вы приблизительно понимали, что это, чтобы не быть голословной. Первое, цените себя как самое дорогое, что у вас есть. Второе, вы должны учиться в первую очередь заботиться о себе, воспринимая свое состояние как фундамент для построения окружающей реальности, потому что при каждом взаимодействии с людьми ставите свои интересы на первое место. Третье, делайте так, чтобы в любой ситуации последнее слово всегда оставалось за вами. Никто не должен заставлять вас действовать против вашей воли. Четвертое, следует избегать ситуаций, в которых вы позволяете кому-либо критиковать вас или указывать вам. Подстроить под социумом быть не должно. Пятое, ваша реальность должна быть выстроена таким образом, чтобы в ней не оставалось людей, критикующих вас или навязывающих вам свою волю. Шестое, получать непрошенные советы – это не про вас, а все ваше окружение уже давно знает, что такая затея себе дороже и чревата неименуемым попадением в позицию осажденного бедолаги выскочки, которому показали его место. Седьмое, никакие ситуации не могут застать вас врасплох, чтобы целиком положиться на чье-либо мнение, даже если вы сами попросили его совета. Ваше личное восприятие ситуации и опыт будут ключевыми факторами в принятии решений. И восьмое, вам не свойственно воспринимать кого-либо выше себя. Игроки уходят от подобной самоинтификации в социуме. То есть по этим фразам можно четко провести одну линию, что игрок берет ответственность за свою жизнь только на себя и не позволяет случайным или не случайным людям принимать какое-либо ключевое решение в его жизни. Иначе за это можно очень жестко поплатиться. Согласен, согласен. Люди, к сожалению, зачастую, особенно что касается биороботов, они перекладывают принятие решений на кого-то другого. Они вечно ждут от кого-то совета. А посоветуй, а скажи мне, а погадай, а сделай мне расклад на таро, а давай вот мои линии, а что меня ожидает, давай, дай мне совет. То есть они пытаются возложить ответственность, переложить на другого или кого-то обвинять. А вот это Путин виноват, это он, вот, тварь. А вот в США президент хороший. А на самом деле от денег, от бытности, например, в жизни человека, это может быть для года только бытность важна, а вот для игрока или для полупровки здесь важно нечто другое. Но вот такие люди, они любят обвинять кого-то. Это мама виновата, папа, президент, не получил образование, пара виновата. То есть это такая, вот, знаете, инфантильность, которая свойственна именно людям без духа. Да, да. Инфантилизм, конечно, зашкаливает в нашем обществе. Вот Влада хочет задать вопрос. Давай, Влад. Валерия, будьте любезны, еще раз первый пункт. Я прослушал, будьте так любезны, еще раз озвучьте первый пункт. Цените себя, как самое дорогое, что у вас есть. Понятно. И у меня к вам вопрос. Как бы вы прокомментировали такую ситуацию? В одной из медитаций я, как бы, я не знаю, провалился в какую-то параллельную реальность. И в этот момент была такая, как полутьма с подсветом. И я четко себя осознаю, и вот какое-то существо тяжело идентифицированное взяло мои ноги, как-то так вот встряхнуло несколько раз. Вот настолько реально, а потом, как бы, моментально меня завернули в какую-то сетку и сдавили. И у меня так голова поднялась, я вот как цыпленка, меня так сдавили. Я так даже слышал, как я такой вот какой-то выдох. Вот. И я чувствовал, что меня вот так вот просто как бы запеленали. И потом раз, все как бы исчезло. И я уже в этой реальности, в этой реальности, то есть я это четко осознаю. Вот. И как бы нет этого ощущения. Но после этого очень резко упал энергетический потенциал. Это минимальное наполовину. И чувствуется вот такое какое-то ограничение. То есть вот реально чувствуется потеря энергии. Ну, вы знаете, очень похоже на то, что это было какое-то нападение на вас в параллельной жизни. То есть лучше всего, если вы вернетесь в медитации, постарайтесь себя найти, развязать, как бы, и отпустить. Грубо говоря, как-то эту ситуацию разрешить. Потому что, судя по всему, вам как-то повредили в параллельной жизни. А вообще все наши параллельные жизни очень плотно с нами связаны. Поэтому я вообще летаю по своим параллелкам и удаляю себя отовсюду, чтобы на меня не могли повлиять. Потому что темные очень любят это делать. Да, я с вами согласен. У меня еще один был такой случай. Тоже я провалился в параллельную реальность. И слышу звуки, голоса реально. Но тело настолько... Я не могу им владеть. То есть я чувствую, что оно как бы парализовано. Причем мысль работает очень четко. И вот в одной из такой ситуаций нормально я чувствую в один момент прикосновение женского тела. Вот реально просто меня обнимает женское тело. Хотя я понимаю, что это не в этой реальности. А я не могу не двинуться, ничего. И вдруг это было как бы очень короткое время приятно. И потом из этого женского тела превращается в мужское тело волосатое, которое тебя обнимает. Это настолько отвратительно. И я помню, как я начал как бы сопротивляться, пытаться двигаться, как бы вырваться из этого. Потому что тело абсолютно не слушало. И ты как бы смотришь из этой параллельной реальности вот в эту. И пришлось прилагать невероятные усилия, чтобы войти опять в эту реальность. Ужас. Но это похоже на самом деле на инкуба. Это такие существа, которые вот в этом состоянии между сном и бодрствованием, это называется сонный паралич. Они ходят в своем вот астральном теле, но вы его чувствуете и видите как физическое. И таким образом они, если они все-таки сумеют, грубо говоря, развести на половой акт, они выкачивают энергию. Я тоже встречалась с таким однажды с суккубом. Я просто была в шоке, если честно. Я очень сильно перепугалась. Ну, сумела от него избавиться. Что самое интересное, когда я все-таки от него избавилась, он начал говорить таким очень странным голосом. Вот так вот. Лерка! Детка! И потом со всей громкости зазвучала музыка Высоцкого. Вот этот вот голос. Я так испугалась. И с тех пор я считаю, что Высоцкий – это тоже какой-то бес, потому что странное такое совпадение. Не знаю до сих пор, что это было, но это было жутко. Но я уверена на 100%, что это был суккуб. И в вашем случае однозначно был инкуб. Они хотели скачать с вас энергию, но, видимо, ваша, скажем так, самоиндификация и ваша энергетика сбила вот этот женский настрой, и вы сумели увидеть истинное тело этого демона, и потом его пригнали. Спасибо Вам большое за исчерпывающий ответ. Я очень Вам благодарен. Спасибо большое. Спасибо. Ответ действительно интересный. Возможно, после того, как эфир закончится, я эту тему могу немножко подробнее раскрыть. Потому что у меня было много этих встреч с этими существами. Да, как ни странно, многие люди на эти встречи ведутся, но это большая ошибка. Так же, как и в Астрале, вестись на каких-то существ – это большая ошибка. С точки зрения энергетики, это такая же потеря энергии, как и физически, к сожалению. То есть, с этим лучше не шутить. Да, именно про это я и расскажу, когда эфир кончится. Так, а тут у нас еще вопрос. Значит, какой-то В. Не знаю, что за человек. Попробуем включить микрофон. Здравствуйте. Меня зовут Вера. Я бы хотела задать вопрос Валерии. Ну, я не знаю, насколько это по теме эфира. Меня очень восхищает работоспособность Валерии, как она все успевает в разных сферах. Вот я хотела спросить, Валерия, как у Вас, как Вы организуете вот это вот, ну, как тайм-менеджмент у Вас? Или как-то Вы заранее планируете, какие дела Вы будете делать? То есть, допустим, если нужно там, ну, во-первых, про Вас распорядок дня, в принципе, интересно узнать, да? То есть, как Вы там медитируете, сколько-то, да, времени, вот, спорта там, сколько, как это у Вас происходит? И как Вы это все организуете? Может быть, у Вас там помощник или как-то Вы все это планируете на месяц вперед и так далее? Спасибо. Благодарю Вас. Вы знаете, я пробовала разные способы того, чтобы как-то себя держать в узде, и все получалось. И мне дали совет оператора сознания. Я общаюсь вот с этой, скажем так, определенной секретной службой, которая находится в междумире. И они мне дали такой совет, чтобы я перед каждым делом, которое я хочу сделать, особенно если это спонтанно, задавала себе вопрос, а как это поможет мне выйти из матрицы? И если ответ никак или, скорее всего, никак не поможет, значит, от этого дела нужно отказываться. То есть, я вывела себе некую золотую формулу дел, которые мне действительно помогают. В основном, это моя работа и медитации. Кроме этого, ну вот просто я исключила из своей жизни, если честно, дружбу. От слова совсем. В моей жизни нет друзей. И нет просто, а также нет в моей жизни праздников, семейных посиделок. Нет в моей жизни долга, которую я должна вот просто отдать свое время для того, чтобы потешить чье-то эго. В общем, я это все от себя отрезала. В итоге получается, что у меня есть только спорт, медитация и моя работа, и больше ничего. И таким образом, я когда просыпаюсь, я сразу же пишу посты в разных соцсетях и строю себе день по таблице Эйзенхауэра. Эйзенхауэр – это, по-моему, 32-й президент США, если я не ошибаюсь. И он создал очень интересную таблицу. Я вообще так случайно попала, вообще случайно так начала им интересоваться. Я как-то раз отдыхала в одном городе с Поконе и увидела, что там есть сьют Эйзенхауэра, то есть в отеле. И я сняла этот номер, и мне начали как медиуму приходить про него разные картинки и так далее. Я начала этим человеком интересоваться и поняла, что, скорее всего, я даже была с ним знакома в прошлой жизни. И я нашла вот эту таблицу Эйзенхауэра по построению своего дня. Суть там в том, что там рисуешь определенный квадрат и делаешь клетки. И пишешь вначале самые важные дела, потом… Нет, вначале пишешь все дела. Потом определяешь их как самые важные и как самые неважные, и делаешь только самые важные. И тогда ты все всегда успеваешь. Я вот по этой таблице настраиваюсь, но могу сказать, что я часто совмещаю дела одно с другим. Именно поэтому я никогда не общаюсь голосом по телефону. Потому что я, как правило, делаю сразу шесть дел одновременно. Например, я могу одновременно сушить волосы, заниматься спортом и писать какой-то пост и общаться в какой-то группе. И то есть я вот так вот вместо отдыха, например, сделала гантели, вместо отдыха я посушила волосы, в следующий раз вместо отдыха я пошла ответила людям. В следующий раз вместо отдыха я написала полпоста. И вот так вот туда-сюда бегаешь, а пока ты, например, занимаешься, ты думаешь, что ты напишешь в этом посте, и что ты ответишь. То есть сразу же сочетать несколько дел. И это очень на самом деле удобно. И что самое главное, когда ты делаешь какое-то одно из них, ты устаешь. А когда ты их очень грамотно комбинируешь между собой, то ты вообще не устаешь, ты наоборот ждешь, когда же я уже следующее дело сделаю. И это очень интересно. Вот я советую вам так попробовать, делать сразу по 5-6 дел одновременно. Это на самом деле очень разгружает психику, и прям ты прям рвешься и ждешь, когда же я следующее дело сделаю. Это же так интересно, это же так кайфово. Вот это да. Надо обязательно попробовать. Да, поэтому когда кто-то позволит, чтобы быть старым, да, люди же любят, когда им одному уделяешь внимание, и когда люди понимают, что ты делаешь еще кроме их 6 дел одновременно, они начинают иногда очень сильно злиться. Валерия, будьте любезны, как вы относитесь к партнерству, полиамории и сексу? И присутствует ли это в вашей жизни? Спасибо вам большое. Вообще я отношусь больше как к соратничеству, именно в плане поддержки идей и совместного бизнеса и выхода из матрицы. В моей жизни нет секса вообще, нет анализма и нет никаких традиционных ценностей. То есть я как бы этим в принципе не занимаюсь, и могу сказать, что когда я этим перестала заниматься, у меня очень улучшились все сферы жизни, и интеллектуально, и энергетическое, и физическое, вообще все просто залетело. Я никогда к этому больше не возвращалась и уверена, что никогда к этому не вернусь. Благодарю. Так, и еще три вопроса. Богуслав, сейчас включу микрофон. Здравствуйте, Валерия. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, есть ли игроки вашего уровня? Если есть, знакомы ли они вам лично? Блин, я не расслышала. Какого уровня? Вашего. Как вы считаете, какой у вас уровень? Как примерно плюс не хотя бы? Не знаю ли я игроков примерно такого же уровня, да? Да. Да, да, верно, я поняла. Ну, вы знаете, в целом, приблизительно, да, я знаю игроков такого же уровня примерно, как я. Возможно, не настолько отчаянных, то есть в чем-то не настолько просто отчаявшихся, разочаровавшихся, но примерно от такого же уровня, да, я знаю таких людей, наверное, все-таки это один человек, по крайней мере, из реальной жизни. А тех, кого я знаю по интернету, я не могу судить, потому что они могут ведь оказаться в реальности совсем другими. Поэтому я могу судить только от тех, кого я знаю в реальности. И я знаю одного такого человека. Одного. Хорошо. Следующий вопрос от Александра. Сейчас включим микрофон. Добрый вечер всем. Добрый вечер, Валерия. Я хотел спросить, а вот получается смысл вот этой игры, это раскрытие способностей своих, узнать, кто ты, и получается дожить до следующей матрицы, без того, чтобы не попасть в какую-то такую ситуацию, да, как война, как получается, вот, то есть не по твоей вине, да? Ну, вообще, второй вопрос, да, вот, что нужно дожить до того момента, когда все-таки наши станут уже у руля, и никто не будет себя, грубо говоря, бить и уничтожать. Но первый вопрос все-таки не для того, чтобы познать себя, а, возможно, проверить и развлечься, отдохнуть, почувствовать, что такое быть не собой, а кем-то другим, и сможешь ли ты стать собой. Ну, то есть, грубо говоря, это как реалити-шоу, потому что за нами все наблюдают. Во-первых, наблюдают те люди, кто из нашей соты, смотрят, как мы себя ведем, обсуждают это. Зачастую можно даже почувствовать, как за тобой наблюдают. И, грубо говоря, это такая, знаете, игра остросюжетная, потому что иногда, когда ты возвращаешься после воплощения, тебе безумно стыдно и хочется провалиться просто сквозь землю, потому что на тебя все смотрят с таким сожалению. И это, на самом деле, ужасное чувство, но это как развлечение, можно так сказать. Хотя это только поначалу кажется, что это развлечение. Сейчас это просто одни сплошные страдания и больше ничего. Ясно. А еще вопрос, а вот насчет судьбы. Верите ли вы, что вот судьба у нас у всех преднаписана? Ну, там я в книге читал, что получается, если мы, ну, живем вот так вот, как и жили, да, ну, не познаем себя, не раскрываем способности, то рано или поздно у нас у всех все преднаписано, ну, когда умрешь, как умрешь. И только выходя из матрицы, например, вот отказываясь от этих всех привязок психологических и традициональных и так далее, то получается, что вот ты можешь как бы обойти вот именно этот конец, который тебе именно предписали, правильно? Да, это правда. Кстати, у Петербрата, да, очень хорошо это записано, что есть определенная, скажем так, голограмма, в которой есть компьютер под названием судьба. И он при помощи своих программ, наложенных на человека, полностью им управляет. Мы сейчас, как раз с игроками это обсуждали, что вот я попадаю иногда в реальности, где вижу, что у меня в каждую чакру подключен провод, как разъем. Я беру, вытаскиваю провода и залатываю чакры. Но уже через неделю, если попадешь в это пространство, ты увидишь, что несколько проводов снова воткнуты. То есть этот компьютер на каких-то уровнях постоянно старается, грубо говоря, нас программировать. И нужен просто глаз да глаз для того, чтобы отслеживать все программы, которые на тебя автоматически постоянно вот так вот накладывают, как слайды. Да, да, я как раз про вот эту книгу имел в виду, про Петербрата, потому что очень он так объясняет все. Ну да. А вот еще потом вопрос такой. А вот если, ну например, вот такая вот способность будет раскроется, телепортация, можно ли телепортироваться в другую соту полностью? Можно. Я думаю, это будет очень классно. Если такое появится, то я тоже это сделаю обязательно. На самом деле отсюда можно даже сбежать из этой соты. Есть несколько выходов. Но туда очень сложно попасть, потому что военные, реальные, не какие-то там астральные существа, а реально военные это охраняют. Поэтому я так думаю, если будет очень много денег, можно нанять какого-то детектива и приложить себе путь, как-то договориться за деньги и выйти. Это один вариант. Ну а второй вариант при помощи каких-то сверхспособностей. Что одно, что другое очень сложно. Потому что добиться таких денег, что прям пропустили из этой соты, я не представляю, сколько это должно быть. Но с другой стороны, ведь есть люди, у которых есть эти деньги, и тем не менее они этого не делают, потому что нет ума, нет понимания, где они. Поэтому здесь нужно, чтобы сошлось сразу несколько факторов. И ум, и деньги, и интеллект, и уровень энергии, чтобы все получилось. Да, да, действительно, это так. Есть люди, которые не задумываются об этом. Просто сейчас такой момент настал, когда вот я уже понимаю, что до конца этой матрицы могут очень события такие происходить. И, ну, мировые, вот уже мировые, в принципе, появилось. Чем дальше вот до 26-го года, тем все будет все сложнее и сложнее. И там действительно добраться бы. Да, благодарю, Валерия. Надо думать об этом реально. Мы все под угрозой на самом деле состоим сейчас. Да, угрозы в нашем мире сейчас очень даже реальны. Уже все политики говорят, что будет все плохо. Все ждут голод. Нет, но я думаю, что с игроками-то точно будет все в порядке. Просто вокруг нас же находятся люди. И эти люди начинают страдать. И каково это нам, игрокам, видя, как наши близкие люди страдают, болеют, умирают. Это все очень ужасно и очень тяжело. Все это видеть. Кстати, значит, умирают. А вы знакомы, может быть, видели, слышали о людях, которым там по 10 тысяч лет, которые в этих так называемых игр уже целую кучу прошли в одном теле? Вы знаете, в реальности я таких людей не знаю. Но на слово доверять тоже. Как бы, знаете, я не могу доверять на слово людям, которые такое говорят. Но я знаю человека, которому реально 250 лет. Может, ну, немножко меньше, там, где-то 230. Такого человека я знаю. И за это как бы я могу гарантировать. А более старших людей пока мне не попадались. Или, возможно, я просто не знаю, сколько им лет, или они это скрывают. Потому что, сами понимаете, если человек здесь живет уже очень давно, и он сейчас начнет рассказывать всем, что он бессмертный, его быстренько ему прикроют рот, и тогда уже он станет смертным. Ну, да. Иначе бы они, кто-нибудь точно бы начал рассказывать. Да, меня часто спрашивают. Валерия, докажите, что есть бессмертное. Ну, вот реально, если задуматься, ну, будет ли бессмертный человек, который с такими трудами добивался бессмертия, всем бегать и рассказывать, что он бессмертный. Подвергать свою жизнь риску для того, чтобы доказать, скорее всего, какому-нибудь боту, что он бессмертный. А любой игрок знает, что смерть нам навязали. Любой игрок не будет задавать такой глупый вопрос. Он будет просто счастлив получить какую-то информацию, использовать ее, а не будет бегать и кричать, докажите, докажите. Так и не докажешь. Конечно, не докажешь. Им все мало и мало всегда. Ну, что ж, эфир получается очень интересный. Да, спасибо большое. Ну, в завершении эфира хочу еще договорить последнюю вот сказку, последний вопрос, последнюю былину из наших сказок о том, что вот пока я здесь играю, это Пятая Матрица. В майянской философии ее называют Пятое Солнце. Сейчас наступает Шестое Солнце. Об этих людям говорит Владимир Шемшук и называет их Нова Швана. Это действительно так. Они должны занять места нашей расы, наших людей. Когда этот мир будет окончательно зачистен, на процентов, наверное, 90, останется 10% тех, у кого есть ген Новой Швабии. Вот этих людей старых, которые относятся к Пятой расе, их собираются куда-то поместить, то ли в другие соты, то ли на Гавах, то ли еще куда-то. То есть их будут в самые последние моменты просто собирать в автобус под видом какой-то или эвакуации, или там просто еще что-то. Вот недаром же по всему миру сейчас принимаются законы о принудительной эвакуации. Просто будут их выкуривать из домов. Постепенно, конечно. Сейчас уже даже в Москве несколько домов и районов так опустошили. Если кто-то смотрел канал «Хватит врать», то вы, наверное, об этом знаете. И вот таким вот образом постепенно будут избавляться от людей. Поэтому, если когда-то у вас возникнет ситуация, когда просто кто-то придет, вам скажет, садитесь, берите документы, садитесь в автобус, делайте все, что хотите, но туда не идите. И собираются потом запустить вот этих Новой Швабцев вместо нас. И это все должно произойти до 2026 года. Это будет уже с шестой расы. Ну, я могу сказать так. У нас у всех есть шанс туда войти. Просто нужно максимально приблизиться по своим параметрам энергетическим и физическим к Новой Швабцам. Тогда вас не тронут. А решать будет это искусственный интеллект? Эти Новой Швабцы, они до сих пор там употребляют какой-то что ли шнапс, то ли пиво. То есть не такой там у них уж сильно зашкаливающий уровень. Ну вот честно сказать, про таких ничего не могу, потому что я общаюсь с некоторыми из них, они называются операторами сознания, и там действительно очень прям высокий уровень. Но, конечно, я не сомневаюсь в том, что среди них есть и опущенные люди, потому что это всегда так. Невозможно выделить всю цивилизацию или расу и сказать, что здесь все идеальные. Всегда, как говорится, в семье они без урода. Но я таких не знаю, если тут честно. Ну, так если они там что-то употребляют спиртное, они не смогут ни с кем общаться дистанционно. Ну, естественно, конечно. Меня всегда это удивляет, когда люди говорят, я ем мясо, при этом я левитирую. Я пью алкоголь и владею сверхспособностями. Если ты еще не поборол своих паразитов, то какие сверхспособности? Это, конечно, сложно. Способность выпить бутылку водки и не упасть сразу носом в снег. Да, это они так опыт духовный получают. Наелись мухоморчиков, это они попутешествовали в астрал. Но это не настоящее духовное развитие, а просто фикция. Мухоморы, это одно время тут у нас была такая тема, обсуждали очень активно. Так, ну что, Валерия, скажите, мы будем еще там вопросы слушать или будем завершать эфир? Как вы настроены? Ну, если есть еще пару вопросов, можно ответить. Если нет, то можем, в принципе, завершать эфир. Думаю, на сегодня этап достаточно. Еще хочу рассказать, что это была лишь только сказка. Моя больная фантазия. На истину я не претендую. Но если кто-то увидит в этом истину, то хорошо. Если нет, то нет. Тут есть как раз пара вопросов. Вот ровно два. О, супер. Галина. Галина, включайте микрофон. Так, кажется, не два, а один вопрос. Тогда пусть Сергей. Ну как, я считаю, что понятие Бога такое растяжимое, что, может, Богов очень много, но и в то же время Бог един. А тот, который един, и Бог, он не имеет ни начала, ни конца. И нам такое очень сложно, что нужно постарать бесконечность, которая не имеет начала. Сама не имеет причины своего существования. Как бы так. Сергей, это не вопрос. А, ну это я хотел поправить насчет Бога. Когда тут насчет Бога говорили. Ну что ж, спасибо, Сергей. Извините, пожалуйста, меня слышно сейчас? Да. Скажите, пожалуйста, вот меня интересует вот эта наука, аналогичная астрологии, human design, дизайн человека. И интересует вот этот тип людей, рефлектор. Вот что они, их рефлекторов, один процент только на Земле, всему человечеству. И они абсолютно особенные. Что бы вы сказали по этому поводу? Вы знаете, я конкретно вот human design не изучала, поскольку я изначально прочитала про этого автора, и он у меня не вызвал доверия. Но я обязательно прочитаю про вот этих рефлекторов, мне стало интересно. Почему? Потому что, ну вот если почитать историю, откуда взялся этот мужчина, который разработал эту систему, то это, скажем так, хиппи-сибицы, который, ну, не брезговал различными психоделическими веществами типа марок, ЛСД и так далее. Почему я не восприняла серьезную его историю? Потому что на самом деле, когда люди употребляют постоянно что-то, их сознание подвижное, зачастую им, скажем так, обуревают определенные энергетические, астральные существа. То есть, грубо говоря, из этого я не захотела дальше изучать, поскольку одно время очень-очень плохо относилась к людям, которые употребляют в психотерике. Вот, поэтому, если честно, я не изучала фьюман дизайн, ну, поскольку больше... Ну, не знаю, педагоги у меня, его история. Валерия, а еще, будьте любезны, как вы относитесь, вот, в последнее время очень модно в астрологии составляют натальные карты. Как вы к этому относитесь? Вы знаете, на самом деле, вот эти все натальные карты, они действуют на тех, кто еще подключен к компьютеру судьба. Тех, у кого есть судьба, и это реально, и можно рассчитать, вот, особенно биороботы, реже, но все-таки полукровки тоже. Но могу сказать, что любой человек, даже биоробот, он может взять и разрушить все эти описания, вот, просто если он этого захочет. И полукровка, и игрок тем более. А игрок вообще, он не попадает под эти все описания. То есть, как натальную карту игроку не рассчитывай, это будет явно не про него. Вот если кто-то из вас считает себя игроком, ради интереса рассчитайте себе натальную карту или почитайте свой гороскоп. Вы поймете, что это могло относиться к вам лет до 16, когда вы еще себя не осознали, когда вы еще и шли по программе «Матрица». Но как только вы с нее свернули, все, вы полностью изменились кардинально. То есть, на игроках это не работает. Благодарю вас. Вы очень круто это расчехляете. Спасибо. Благодарю. Так, ну что ж. Есть еще один вопрос. Богуслав хочет второй раз задать вопрос. И еще один участник написал в чат вопрос. пишет, есть ли знания по поводу секретов поляризационных очков, которые известные личности, как Зеланд и Децл, носили, а также в последнее время перед смертью приносил их шатунов. Я не знаю, что за поляризационные очки, если вы знаете, можете ответить. Я догадываюсь, о каких очках идет речь. Я сейчас не вспомню, как называется этот камень, но еще давно даже сняли такой фильм, где человек одевает очки и видит на самом деле, кто населяет наш мир. Если это какой-то паразит или что-то вроде рептилоида, то человек через эти очки видит на самом деле. Ну вот это то, что видят обычно ясновидящие своими собственными глазами. Но обычные люди этого не видят. Вот, например, я могу сказать, что я когда иду по улице, я вижу кого угодно, но только не людей. Людей я вижу очень редко. Там прямо перед телом определенная голова какого-то или насекомого, или животного. То есть, грубо говоря, идет человек, а перед ним такая голова очень яркая, большая. Или, например, сбоку торчит. Скорее всего, это вот эти очки. Есть один минерал, который, если его так заполировать и сделать тоненькое стеклышко, то через этот минерал можно видеть энергетику и истину этого мира. То есть, грубо говоря, не видеть вот этот физический мир, а видеть только энергетический. И, возможно, у них были эти очки, я бы не удивилась. Хотя вот насчет Юры Шатунова не знаю, вроде бы как он был обыватель. Владимир Зеланд и Децил, насколько я знаю, они были эзотериками. Вполне вероятно, что они себе сделали такие очки. Интересно. Да, такие очки могут быть. Я тоже хотела себе их сделать, но не знала, как это вообще можно сделать из камня, как это выпилять стеклышко. Наверное, это очень сложно. Да. Ну что ж, вот Богуслав, он же задавал вопрос. Ну, не знаю, может быть, там какой-то интересный вопрос. Попробуем включить микрофон. Слышно? Тихо. Валерия, такой вопрос. Что является для вас самой большой ценностью в этом мире? Самой большой чем? Ценностью для вас в этом мире. Моя жизнь. То есть моя физическая жизнь – это самое ценное. Потому что, подумайте, если я ее лишусь, то все. Все. Придет конец всему. Мне придется с нового человека, с младенца, со стертой памятью, проходить весь этот круг ада заново. Поэтому нет ничего важнее, чем физическая жизнь, физическое тело. Я с вами абсолютно согласен. Опять это все перевоплощения, они просто раздражают. Ужасно, конечно. Здесь ничего интересного нет, только сплошные страдания и лишения. Не хочется еще раз это проходить. Даже вот это само детство, пока ты ничего не можешь, от всех зависишь. Ну да. Тебя указывают родители, заставляют есть мясо. Фу, как вспомню. Ужас. Ну, и вспомню, вот тоже вспомню. Можно же и не вспомнить прошлой жизни. Может, как бы так память отшибить, что и не вспомнишь. Это вообще тоже большие риски. Никакой гарантии никто не дает. Это как кот в мешке. Поэтому рисковать не хочется. Да. Ну что ж, Валерия. Я думаю, это хороший вопрос будет для завершения эфира. Основная ценность – это жизнь. Что ж, на этом мы вас пока отпускаем. Но через месяц обязательно позовем. Будем рады вас снова видеть. На Ютубе много благодарностей. Всем интересно то, что вы рассказали. Это рад. И я тоже присоединяюсь к этим благодарностям. Спасибо вам. Большое. Хорошего всем вечера. Спасибо за ваши вопросы. И до следующих встреч. До свидания. Спасибо. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...